Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Чиновник Иван Кузьмич Киселев был очень добрым человеком, но прославился своими нелепыми комплиментами. На одном из балов одна полная дама стала жаловаться на жару и духоту, на что он ей сказал, «Вам жарко, а каково же мне? Вы согреваетесь одним солнцем, а я двумя». Затем он подсел к княжне Екатерине Гагариной, у которой были прекрасные волосы, длинные, густые и вьющиеся, и стал восхищаться цветом ее лица, расхваливая его белизну, нежность и так далее. Та молчала и улыбалась до тех пор, пока он не произнес, «Вы точно лилия, окруженная золотым лучезарным сияньем». Тут княжна не выдержала и со словами, «Ах, Иван Кузьмич, вы не можете себе представить, как вы нам всем надоели!» И ушла до кучелевого кавалера. Московский откупщик Петр Тимофеевич Бородин был с тяжелого похмелья, и его осматривал эскулап немец. Между ними состоялся следующий разговор. «Лекарь, вам надо принимать лекарство, я пропищу вам капли!» Бородин, «А как принимать их?» «Лекарь, на сахар!» Бородин, «Дурак, брат немец, я ведь не ребенок!» «Пошалуй сфотка!» Бородин, «Ну так бы и сказал любезный друг!» Незадолго до битвы при Аустралиице в английском клубе в Москве произошел следующий случай. Помещик Перхуров, отставной прапорщик и громогласный толстяк, слегка выпив, пришел в сильное раздражение против французов и стал кричать «Подавай мне этого мошенника, Буанапартия, я его на веревке в клуб приведу!» Услышав такие речи, помещик Писарев обратился к Василию Львовичу Пушкину с вопросом, неизвестный ли это какой генерал и где он служил. Василий Львович ответил экспромтом. Он месяц в гвардии служил и 40 лет в отставке жил, курил табак, кормил собак, крестьян сам сек и вот в чем провел свой век. Окружающие живо подтвердили, насколько верная и живая биография Перхунова была заключена в этом экспромте.